Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Будем говорить о духовной брани или духовной войне. Очень часто, когда люди говорят об этой теме, они сразу принимают серьезный вид. Это некоторых даже пугает или кажется странным. Но реальность заключается в том, что мы все находимся на одной большой духовной войне. Особенно для Украины, для верующих в Украину, то, что происходит с Крымом на востоке, это дает более реальное понимание духовной войны. Две группы имеют разное мышление, конфликт. И вопрос здесь не в том, кто прав, кто виноват, а вопрос именно в духовном моменте. В жизни нужно практически знать, как вести духовную брань. Если вы не будете знать, как вести духовную брань, то в каких-то моментах вам повезет, но в других случаях вы не будете знать, что делать. Также, когда люди находятся в духовной брани, они иногда не понимают, что проблема лежит в духовной плоскости, а не в людях. Павел говорит, что мы не боремся против плоти и крови, против людей. Мы боремся против невидимых сил. Духовных сил невидимой реальности. И наша проблема заключается в том, что мы начинаем бороться с людьми порой. Конечно, иногда действительно конфликт между людьми только, и это не духовная какая-то проблема. Часто так оно и происходит. Я бы даже сказал, что в большинстве случаев оно так происходит. Но иногда это духовная война, духовная битва. И если вы не способны видеть эту духовную брань, тогда вы не будете знать, что делать. И вы не одержите победу, ничего не изменится. И эти знания очень важны и очень практичны. В свое время я встречал очень многих странных людей. Они знают все, что Бог говорит, и ты ничего не знаешь. Они видят всю духовную реальность, а ты ничего не видишь. Но фактически они использовали свои знания, так называемые, чтобы контролировать или манипулировать тобой. Потому что если они знают, что происходит в духовной реальности, и Бог им говорит, а ты не знаешь, что тебе приходится полагаться на них, чтобы знать, что делать. Правильно? Они духовные, а ты нет. Будьте осторожны с этим. Всякий раз, когда люди начинают использовать манипуляцию, знаете, как Библия это называет? Это колдовство. Когда человек пытается выглядеть более духовным, фактически он является оружием в руках врага. Что такое колдовство? Это дух небожьего контроля или влияния. Можете записать. Это дух небожьего контроля. Колдовство может быть в семье, в церкви, где угодно. Очень много, многие люди пытаются контролировать жизни других людей. Они используют манипуляцию для этого. Это форма контроля. Напомните, мы поговорим еще больше об этом на этой неделе. Итак, мы находимся в духовной брани. Немного поговорим о духовной реальности. Еще хочу, чтобы я ответил на все вопросы, которые у вас возникнут по поводу духовной брани. Поэтому составьте свои вопросы, подумайте. И когда будет второе занятие, перед тем, как продолжить тему, вы сможете задать вопросы. Чтобы на этой неделе было время поговорить о ваших вопросах. Итак, то, что касается духа или духовных вещей. Повернитесь к соседу и ущипните за ухо. Я могу вас. Что такое ваше ухо? Вы используете для слышания. Это практичный орган. Если долго смотреть на ухо, то оно покажется странным или забавным. Поэтому женщины покрывают уши. Подумайте. Уши, они довольно забавные. Но они очень практичный орган. Правда? Они очень помогают нам в жизни. Бог дал нам тело. Но ваше тело — это еще не вы. Правильно? Тело — то, где вы живете. Можете записать. Мое тело — это то, где я живу. Вы не запомните. Запишите. Все запишите. Мое тело — это то, где я живу. Мое тело — это место жительства. Но я — это не... Мое тело — это еще не весь я. У многих людей наступает кризис, когда они думают, что они — это тело. И все. И их самоидентификация заключается в том, как они только выглядят. Если у них испорчена прическа, значит день испорчен. Понимаете? Ваше тело — это место вашего жительства. Да? Я прибыл сюда из Калифорнии. Мое тело привело меня на самолет. Многие люди считают, что самолет — это что-то особенное. Но это металлическая труба, которая наполнена плохим воздухом и плохой едой, плохим дыханием, несвежим. И вы сидите вот в таком положении там часами. А потом вы выходите с одного самолета, пересаживаете с другой. И так я провожу большую часть своей жизни. Я пролетел из Лос-Анджелеса в Брюссель. Нет, сначала в Вашингтон, потом в Брюссель, из Брюсселя в Варшаву, потом сюда. Как я сюда попал? Меня сюда привело мое тело. Понимаете, что я говорю? И в Вашей жизни тело меняется. Тело стареет. И в какой-то момент тело умрет. Ужас. Может быть. Вы потеряете это тело. Оно уйдет в землю и станет частью земли. Поэтому на самом деле тело не настолько важно. Потому что это не Вы. Это то, где Вы живете. И Писание говорит, что в какой-то момент Вы получите совершенное тело. Которое не будет болеть, не будет стареть. И в этом теле Вы будете жить вечно. И Ишуа сказал, я иду приготовить Вам место. И часть этого – это Ваше тело новое. Понимаете, что я говорю? Поэтому не концентрируйте всю свою жизнь вокруг тела. Что делает тело и почему оно важно? Тело соединяет Вас с физическим миром. Правильно? Итак, каждый возьмите себя сам за ухо. Теперь за нос. Можете подвигать носом? Можете подвигать ушами? Умейте ушами двигать. Двигаются, да? Прикоснитесь к глазам. Все эти части тела, чем они занимаются? Они связывают Вас с физическим миром. Правильно? Ваши пять чувств. Прикосновение, запахи, слух, зрение соединяет Вас с духовным миром. Да, с физическим. Первое Фессалоникийцам 5. По-моему, 23 стих. Павел молится и говорит, да осветит Господь Вас в духе, душе и теле. Тело, душу и дух. Евреям 4 Говорит о теле, душе и духе. Если тело соединяется с физическим миром, то что делает душа? Я не знаю, я говорю русский, поэтому ты должен поговорить с ним. Телет, translate for me. Душа с духовным миром. The soul connects with the spiritual world or realm. Нет. That's what people think, no. But it's okay. It brings life to the body, the soul. Yeah, that's true, but what does it connect you to? Ответ был о том, что душа командует телом. Но если тело соединяет с физическим миром, с чем душа связывает? В этом есть истина, но это не до конца ответ. То же, что посредник, да, в этом есть правда. Сейчас я вам отвечу. Тело с физическим миром соединяет. А душа соединяет вас с самим собой. Да? Душа — это ваша личность. Интеллект. Эмоции. Это часть вашей души. Это вы. Тело соединяет с физическим миром, душа дает вам самосознание. Я думаю, именно это нас отличает от животных, в частности. Я люблю животных. Я хорошо лажу с животными. Я знаю, есть собаки определенные у моего друга, которые просто любят только меня. Это правда. Одна птица есть, которая встречает меня, когда я прихожу домой. Она слетает с дерева, подлетает и приветствует меня. Иногда подлетает к входной двери и идет передо мной. Я думаю, что мы можем иметь связь с творением, потому что это Господь так устроил. Но животные — это не люди. Мы разные все, потому что мы отличаемся от животных, потому что только мы созданы по образу Божьему. То есть душа — это как бы место ваших эмоций и интеллекта. То есть душа — это как бы место ваших эмоций и интеллекта. Тело соединяет с физическим миром, душа с самим собой. Что Дух делает? Connects with the Lord. With the Lord. Connects with the Lord. Правильно, соединяясь с Господом. С духовной реальностью. Правильно? Не только с Господом. Это часть. Вы понимаете, о чем я учу? Мои уши, мои глаза, мои осязания, мои обоняния. Они позволяют мне различать, взаимодействовать с физическим миром вокруг меня. И Дух ваш делает то же самое в духовном мире. Но мы не знаем сами по себе духовные вещи, пока это не открывается в Духе. Поэтому Павел в Ефесянам говорит о духовных глазах. Ишуа учил, когда молитесь, смотрите и молитесь. Расскажу вам один секрет. Хотите слышать Бога? Начните молиться о каких-то вещах. И когда вы молитесь, что вы видите? Вы слышите, что я говорю? Вы можете это выражать? Видите, когда вы молитесь, что вы видите? Потому что когда вы молитесь, Господь дает вам какие-то впечатления, картины, образы. Он говорит вашему Духу. И вашему Духу, а не только вашему разуму. Поэтому Ишуа сказал, наблюдайте и молитесь. Обратите внимание, что в Писании молитва часто связана со сторожем, который на башне. Или со сторожами на стенах. Потому что они высматривали. Понимаете? Когда вы молитесь, Господь позволяет вам видеть определенные вещи. Чем больше молитесь, тем больше видите. Понимаете? Поэтому молитва очень важна. И большая часть молитвы — это не просто разговор. Это вхождение в Божье присутствие. Поклонение, размышление, слушание. Очень часто, когда я молюсь за кого-то, Господь в Духе мне дает молитву на языках, например. И потом я ожидаю, чтобы увидеть образ. И потом я говорю то, что я вижу. Вот что я делаю, когда молюсь за людей. И часто я возлагаю руки на людей. Потому что часто, когда я это делаю, я начинаю видеть. Я начинаю узнавать или знать какие-то вещи, которых я не знал. Господь создал ваше тело, дух и душу. У души есть две важные, главные составляющие этой эмоции и интеллект. Есть два вида верующих. Есть верующие эмоциональные. А есть те, которые вообще не эмоциональные. Они более интеллектуальные. Right? И есть общины, которые более эмоциональные. И которые более интеллектуальные. И они друг на друга смотрят и говорят, вы не духовные. Но тут вообще не в этом вопрос. И те и другие понимают Господа только через эмоции и интеллект. Но мы должны поклоняться Господу всем духом, душой, силами. Поэтому здесь вовлечены все моменты. Какие-то люди полагаются больше на эмоции. Если у меня эмоции позитивные, значит, все хорошо. Какие-то больше на интеллект. Понимаете? Мы не должны быть душевными верующими, мы должны быть духовными. И когда вы молитесь и поклоняетесь, и читаете Слово, и вы послушны этому Слову, ваш дух укрепляется. Как побеждать в духовной брани? Через душу? Через физическую реальность? Или духом? Поэтому Господь говорит не силой, не крепостью, но духом моим. Тело и так, тело соединяется с физическим миром. Поэтому я знаю, что делать. Через несколько дней я смогу вернуться обратно в Калифорнию. Я через полмира пролечу. Своими глазами, ушами. Тело меня, в общем, отправит домой. И все будет хорошо. Все получится. Разве что Господь будет против, а так я буду дома. И так же устроен дух. Если вы развиваете свой дух, вы станете сильным. Понимаете? Вы не читаете и не молитесь, только потому, что Господь вам так сказал только, и это необходимое условие, чтобы быть, допустим, там, лидером. Dead works. Это мертвые дела. Не поможет вам. Почему вы читаете Библию? Чтобы знать Бога. Когда вы читаете Слово, оно читает вас. Это как зеркало. Правильно? Поэтому в Синайском Завете, когда священники ходили в скине, они омывали руки. Пока они омывали, они смотрели в воду и видели свое отражение. Когда вы читаете Слово, вы встречаетесь с Богом. Потому что Он живое Слово. И чем более открыты вы для Слова, тем более открыты вы для Бога. И чем больше вы открыты для Бога, тем более духовные вы. И чем больше вы имеете духовные силы. Многие люди притворяются духовными, но у них нет силы или власти. Нет отвеченных молитв. И Павел говорит, я не буду хвастаться своей силой, но я покажу вам плод, который я имею. Правильно? Вот доказательство. Я могу рассказать вам об отвеченных молитвах. Что Господь сделал в моей жизни? У меня есть плод. За сорок с лишним лет у меня есть плод. Я имею плод в более 75 странах или народах. Не потому, что я великий какой-то. Но потому, что я научился быть на связи с Богом. Я открыт на Его Слово. Если Господь, Он нелицеприятен, если у вас настоящее отношение с Ним, то вы действительно будете получать от Него Слово, ответ. Иоанна 15, 7. Если пребудьте на Мне, и Мое Слово в вас пребудет, то принесете много плода. И тем прославится Отец через вашу жизнь. Как Господь может быть доволен вами? Когда вы приносите плод. Но вы не можете сами принести плод. Это Бог приносит плод. Понимаете? Господь доволен, Он счастлив, когда Он может действовать через вашу жизнь. Понимаете? Не когда вы совершаете великие дела для Него. За это нет награды. Вы можете приносить великие жертвы для Господа. Но не будет за это награда. Знаете, какая будет за это награда? Люди подойдут и похлопают по плечу. И раз в год кофе вам дадут. А через 25 лет часы подарят. That's it. No mas. No more. Больше ничего. Шоколад. Not of. Не хорошо. You understand what I'm saying? Понимаете о чем? Господь хочет действовать через вас. И если вы станете, в кавычках, духовными, God can work through you. Ну, в смысле, по-настоящему духовными, тогда Господь сможет через вас работать. Как стать духовным? You develop your spirit. You read the word. Вы читаете слово. Right? You obey the word when it speaks to you. Вы прислушиваетесь и подчиняете слово, когда оно обращается к вам. You worship. Вы поклоняетесь. You pray. Молитесь. Чем больше молитесь и поклоняетесь, и слушаете слово, тем более духовными вы становитесь. И когда вы молитесь, Господь отвечает на ваши молитвы. Нет ничего более захватывающего, чем ответ на ваши молитвы от Бога. Правда? Ответ на ваши молитвы, это не означает, что вы всегда получаете то, что вы хотите. Господь всегда отвечает на молитвы, когда вы совершаете то, что должны совершить. Но ответ может отличаться от вашего понимания и мышления. Но всегда это будет самым лучшим ответом. Как с детьми. Представьте, что вам 3, 4, 5 лет. И ваши родители ведут вас в магазин продуктовый. И вы начинаете капризничать. Я хочу то, это. Иногда, может быть, родители вам дадут, что вы хотите, но все равно они знают, что лучше всего для вас. Господь так же сам и с нами. Вы знаете, что Господь не хочет сделать нас несчастливыми? Ему вообще-то, я думаю. Ему не так важно, счастливы вы или несчастливы. Как с детьми. Пусть поплачут. Вы же так же со своими детьми. Пусть поплачут, ничего страшного не произойдет. Мы с детьми так иногда себя ведем. А это не так важно, пусть поплачут, успокоятся. Господь хочет самого лучшего для вас. Он любит вас. И иногда Он позволяет вам поплакать. Ну и Он так, можно сказать, что относится к этому. Ну пусть поплачут, ничего страшного. Успокоятся, надоест, перестанет. Когда вы читаете Библию, Библия читает вас. Евреям 4 глава. Дух, душа и тело. Потому что Слово Божье там написано. Оно живое. И имеет силу. Это жизнь. И оно способно различать или разделять сердце. Намерение сердца. Внутренние мысли вашей души. И написано, что оно острее меча. И оно подвесит что? Оно разделяет что? Душу и дух. Душу и дух. Что от вас, а что от Бога. Слово Божье разделяет эти две вещи. Хотите быть духовной личностью? Принимайте Слово Божье. Потому что оно будет разделять ваши мысли, ваши желания. И будет давать вам истину и показывать, что самое лучшее. В любой ситуации. Понимаете? Мы не читаем Слово Божье, потому что если будем столько-то читать или изучать, тогда вот у нас будет награда и это все взвешивается на весах. Мы в той или иной степени все так думаем. Сможешь показать, когда останется 10 минут, а не 5? Сейчас сколько? Сейчас сколько? About 10? Okay. All right. So, what did I just say last? That it's not how much we read the Bible. We think it's on the scales. See, when I first was a believer, I went to Bible school. Когда я только уверовал, я пошел в библейскую школу. I read a book about people who had visions of heaven. И я прочитал книгу, где описывались люди, которые имели видение о небесах, видели рай. I thought that I was exciting. Я был воодушевлен. At that time, the Holy Spirit was being poured out and we did see many miracles, many things happening. И в то время Дух Святой очень сильно изливался и действительно видели разные вещи. Но я подумал, что у меня не будет никогда видения небес. И я решил, что я не буду есть, пока я не увижу видение о небесах. И всякий раз, когда обычно мне время было идти кушать, то я молился вместо этого. fasted long enough, God's going to give me a vision of heaven. Потому что я слышал об этом и я заслуживаю этого. И я пил только воду. Так был день, два, три прошло. Четыре, пять, шесть. И три раза в день я молился вместо еды и по часу где-то молился. И в тот период времени я молился постоянно утром час, днем час, вечером час. Но потом я уже начал молиться шесть часов. Я был духовным. я хотел найти Бога. Я хотел пережить Его. И я был точно уверен, что вот такие вот весы существуют. Для меня это имело смысл. И никто меня научил, что смысл послушания не в жертвах. Поэтому я подумал, что жертвы тоже это хороший вариант. Я думаю, что миллионы людей так думают. Может быть, кто-то из вас так думает. Девять дней уже было без еды. Одиннадцать дней. Где-то на одиннадцатый-двенадцатый день. И закончились у нас занятия, вот примерно как у вас только это утром было. И все друзья уже пошли на ланч. И с одной стороны я чувствовал немного грустным себя, а с другой стороны я чувствовал гордость, что, ну, как бы я не иду есть, жалко, но я зато буду молиться. Я встал на колени, в спальне, и Господь проговорил мне. У меня не было видения о небесах, как я хотел. Но Господь проговорил мне. Знаете, что Он мне проговорил? Хотите узнать? И Бог мне сказал, что единственное, что ты получишь от этого поста, это голод. И я сказал, что я встал на колени, я знаю тебя, сатана. И еще 10 минут где-то молился. Но я знал, что это Господь проговорил мне. Не будет у тебя видения от этого. Будешь просто голодным. Правда весело. Если посмотреть в Библию, то там очень много юмора, на самом деле. Иногда кажется, что мы одеваем слишком религиозные очки и так читаем Библию. если Господь создал нас так, что мы смеемся в компании друг с другом, то разве Он не шутит? Я уверен, что Он так и делает. Евреям четвертая глава говорится, если хотите быть духовными, вы должны принимать Слово Божие. Не читать просто. Не просто изучать. Принимать Слово Божие. Понимаете разницу? Потому что, когда вы читаете Слово Божие, вы встречаетесь с Господом. Когда читаете Слово Божие, оно читает вас, показывает ваше сердце и говорит с вами. Если вы будете отвечать на то, о чем говорит с вами Господь, вы обнаружите, что у вас появляется духовная сила, вы начнете видеть духовную реальность больше. Будете видеть больше ответов на молитвы. Понимаете? John 15, 7. Если приблизитесь ко мне, если Мое Слово в вас пребудет, чего не попросите, во имя Мое я сделаю. Если мы будем вести духовную брань, если мы ведем духовную брань, то нам нужно иметь духовный подход к этому. В противном случае, если я буду вас учить, как вести духовную брань на этой неделе, а вы не будете делать то, о чем я вам говорю, ничего не получится. Наоборот, это может привести к проблемам. Знаете, людей, которые, религиозных людей, которые жили за счет своей религиозности? Священники, допустим, они живут за счет именно религиозной жизни. Они заключают браки, они там благословляют, крестят, еще что-то. В разных религиях они получают за это деньги. За то, что они совершают духовные или религиозные обряды. Я был в Индии, в Бутане, в разных странах, в разных религиях. В мусульманских странах. Но везде все похоже. И, например, во времена Павла определенные люди увидели, что у Павла есть власть. И они попытались купить эту власть. Но это не сработало. И они видели, как он изгонял бесов. И они подумали, что они узнали формулу, какие-то магические слова. I have the magic beans. У них там магические кости. So they found a demon-possessed person. И нашли бесноватых. And they said, in the name of Yeshua, whom Paul preaches. Come out! You know the story. Ну, вы знаете историю. It says that the man rose up and the demons rose up. And there were seven priests. And there were seven priests. And the one demon-possessed man beat up all seven men. And one demon-possessed man tore the clothes off of all seven men and sent them running down the street. You see, it's not enough to use Jesus' name. You have to receive his word. All right. So let's pray. And then we'll have our break. Okay, good. Lift up your hands. Say, Lord, I receive your word. Lord, I receive your word. I don't want to just read the Bible. But Lord, I want to encounter you. I want to encounter you. Speak to me. What you want to say to me. And I receive you, Lord. Fill me with spiritual power. Fill me with spiritual authority. I want to have answered prayer. And I thank you, Lord. Thank you that you will do it with me. Amen. All right. Yes. Bye. 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 Bye.